Добрый день уважаемые зрители и слушатели, мы продолжаем наши лекции по истории России. Темой сегодняшней лекции у нас будет культура Советского Союза в послевоенный период с 1945 по 1953 год. Вообще тема развития советской культуры, эта тема очень и очень интересная и полная всяких разных противоречий. Если мы будем говорить именно о периоде с 1945 по 1953 год, то есть последний период правления Иосифа Виссарионовича Сталина, мы увидим, что наша культура развивалась тоже достаточно противоречиво. И здесь будет очень много и за, и против, и того, что можно считать положительными очевидно чертами, и того, что можно считать чертами безусловно отрицательными. Безусловно, что Вторая мировая война, Великая Отечественная война, нанесла нашей культуре очень мощный, огромный, существенный ущерб. И восстановление вот этого вот разрушенного было одной из главных задач Советского Союза, мы про это уже говорили. Но с другой стороны, такой исторический парадокс, вот этот вот огромный ущерб, нанесенный войной нашей культуре, дал еще и мощный импульс к ее развитию. Нужно было восстанавливать то, что было разрушено, с одной стороны. С другой стороны, грандиозность вот этого события Великой Отечественной войны очень серьезно отразилась на нашей культуре, как в ее научном смысле, дав мощный толчок к развитию науки. С другой стороны, она отразилась и на нашей духовной культуре, на нашем искусстве, породив целый пласт произведений в самых разных жанрах, которые касались именно Великой Отечественной войны. Ученые, которые изучают вот этот последний сталинский период, говорят о том, что после войны страна получила некий такой демократический импульс. И действительно, уровень жесткого государственного контроля в ходе Второй мировой войны существенно снизился. И можем говорить о том, что советское общество, такой вот парадокс, период войны вздохнуло несколько свободнее. Но после войны страна сталкивается с очень серьезной проблемой, с проблемой восстановления нашего хозяйства, восстановления мирной жизни. И как мы с вами выяснили в предыдущих лекциях, восстановить это можно было только путем достаточно жесткой дисциплины, жесткого планирования, решения очень многих вопросов прямым директивным путем. Для культуры это значило то, что становится архиважным с точки зрения правящей партии идеологический контроль над этой самой культурой. В конце концов, те многочисленные связи, которые возникли в ходе Великой Отечественной войны между нашими деятелями культуры и деятелями культуры других стран, не всегда носили исключительно позитивный момент, потому что мы не будем забывать, что существовало противоборство двух систем, социалистической и капиталистической. Не будем забывать, что было противоборство двух идеологий, идеологии капитализма, идеологии социализма. И в советском обществе соблазн поддаться искушениям сытой капиталистической жизни, которую многие увидели, что за океаном, в рамках всяких творческих встреч и поездок, что при освободительном походе Красной Армии в Европу, все вот эти парадоксы богатой капиталистической жизни требовали определенного объяснения. И советскому народу нужно было не дать впасть в некое такое представление о том, что социализм это неправильно. Поэтому, пожалуй, самая главная черта, которую мы видим во всех практически учебниках, в большинстве научных статей, посвященных культуре вот этого периода, это одна и та же тема, тема ужесточения идеологического контроля.